Субтитры делал DimaTorzok 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 Некоторые седации Субтитры делал DimaTorzok Думаю, что вербальная терапия с шизофрениками почти нигде не ведется. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Поэтому вербальная терапия, работа когнитивно-поведенческими шизофрениками, она развита только в некоторых клиниках за счет того, что главные директора клиника не поддерживают форму подобной работы. В общем, если вы будете читать книги по психиатрии, описывающиеся на шизофрении, вы не найдете в классических трудах по психиатрии описание способов лечения с помощью больных. Субтитры делал DimaTorzok Там всегда жестко и строго только миникаменты, которые купили. А как лечить? А никак. Посадить в клинику, давать препарат. Вот и ждать. То есть официально не лечится? Шизофрения? Ну да, как бы. Высадят на препараты и ждут эмиссию. Ну, протокол такой. У человека появляется симптом галлюцинации. Под другим симптомом. Просто галлюцинация. Между прочим, это не обязательно шизофрения. Как я вам говорил. Я вам на прошлой лекции говорил о том, что галлюцинации могут быть у эпилептиков. Галлюцинации могут быть у маниакальной депрессивной больных. У мужчинопедников. Из-за чего вы получаете галлюцинацию? Это вообще не очень много. Какая галлюцинация? Если набирает заряд симптомов, которые соответствуют одному типу шизофрении, человек осадит на нейролептику. Их там много. Их там десятки, десятки. Наиболее классические и менее классические. Потом вы произнесли. Но, в принципе, если мы говорим о психофармакотерапии, я вам рекомендую все-таки прийти на лекцию в Александра Сергеевича Данилова, как она будет. Совсем скоро, в субботу она будет. И первая часть лекции выложена на галлюцинацию. Первая часть психофармакотерапии. Там где-то почти под четыре часа. Мы детализированно обсуждаем, какие препараты назначаются в определенных симптомах. Если кому-то есть слуху, то тем, то я не рекомендую туда идти. Человек осадит на препарат. Удерживает в его примерно месяц, два, три, четыре, пять. Смотрит, влияет препарат. Если он влияет хорошо, потом, спустя обхода, берет времени, человек постоянно саживается в препарат, наблюдающийся на праведскую. Симптомы возвращаются. Если они не возвращаются, то все хорошо. Ну, протесту. Возвращаются, снова осадят на препараты, снова наблюдают. Снова через несколько месяцев саживают с препарата. И если таких циклов три, первый, второй, третий цикл. И после саживания с препарата, на третьем цикле, симптомы возвращаются. Человек осадит на пахоте. И так люди годами, десятилетиями. Причем, многие шизофреники таким способом, принимая препараты психотические, антипсихотики, они могут быть достаточно социально активными. Пока они принимают. Только они прекращают их принимать, у них начинаются изменения, деформации. Смотрите. Сам термин называется. Шизофрения. Это древнегреческие термины. Схизис. Расщепление, раскалывание. Схизис. Череп, ум, мышление. Расщепление, ум. Расщепление, черепа. Расскалывание, черепа, раскалывание, мышление. Таким способом. Схизофрения. Расщепление, мышление. Смотрите. Термин шизофрения, он очень новый. Он. Он. 1908 года. Вот. До данного. До данного года. Были представления о симптомах. Из симптомокомплексах. Напоминают. Самое раннее. Раннее упоминание. По мнению некоторых историков медицины. Можно найти еще. В древней египетских трактапах. Говорят о древней египетском трактапе. Папирус Эберса. Книга сердец. Так называется. Вот. И по мнению историков. Там и есть описание болезней. Которые немного напоминают. То, что мы можем видеть сейчас. Но детализированное описание. Чтобы там еще тысячи лет назад. Либо две тысячи лет назад. Написывали. Что. Были люди страдающие. Подобными симптомокомплексами. Поэтому. До сих пор. Есть такой. Большой знак вопроса. Не является ли. Шизофрения. Как болезнь. Некоторым. Не форма расстройства. Которая. Ну. Не так давно. Была. Проявлена. В человечестве. Так же есть описание. В арабских текстах. К примеру. Думаю. Всем знакомый. Медик. Авиценна. Липа бензина. Вот. Тоже. Говорил. О заболевании. Который называл. Дженунуфрит. Это. Тяжелое безумие. Дженунуфрит. Но. Тоже. Описание. Авиценны. Лишь. Частично. Совпадает. Описанием. Текущих симптомов. И. То ли это было. Либо не то. До сих пор. Мы. Не можем говорить. Не можем судить. Вот. Стоит говорить о том. Что. Люди. В принципе. Коллекционирующие. Видящие. То. Чего нет. Вот. Ведущие себя. Очень странно. Естественно. Раньше. Воспринимались. Как одержимое. Бесами. Демонами. Вот. И. Данное безумие. Могло. Восприниматься. Как. Форма одержимости. Естественно. Воспринимая. Как. Очень. Очень. Много. Больших. Знаков. Вопросы. Смотрите. Психиатрия. Полноценно. Начала. Подходить. К. Рассмотрение. Целостной. Септомокомплекса. Физофрении. Очень. Поздно. Вот. И. В принципе. Нужно. Говорить. Сначала. О. Русском. Психиатре. Кандинском. Который. В. 1890. году. Публикует. Работу. И. Описывает. Септомокомплекс. Который. Наблюдал. Себя. Самому. То есть. Кандинский. Галлюцинировал. Он. Видел. То. Чего. Нет. У него. Были. Параноидные. Шизофрении. Вот. И. Он. Был. Экспериментатором. Получилось. наблюдать за собой. Какие симптомы. У него проявляется. Он. Сохранял. Трезвых частичных рассудок. Он. Данный симптомокомплекс. Назвал. Идиофрения. То есть. Первичный термин. Идиофрения. Идиофрения. Расщепление. Идиофрения. 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 Далее. В. 1893 году. Немецкий. Психиатр. Гринзингер. Дает. Симптомокомплексу. Описание. Говорит. Так называемом. Раннем. Слабоумии. Либо. Деменция. Прайококс. Но. Деменция. Прайококс. Либо. Раннее. Слабоумие. По. Кризингеру. Порой. Это. Дозначно. Весьма. Собирательный. Симптомокомплекс. То есть. Туда. Можли. Закидывать. Скажем. Людей. Которые. Страдают. Шизофренией. В. Привычном. Этого. Смысла. Так. Людей. К примеру. Допустим. Проявляющих. Коплевные. Симптомокомплексы. Пилепсии. Либо. Людей. Буквальных. Дегенератов. Когнитивных. И. Так далее. То есть. По. Гризингеру. Данный термин. Гризингера. Раннее. Слабоумие. Популярен. В конце. Девятнадцатого. Сначала. Сначала. Вот это столетие. Он начинал. Начал. Постепенно. Исчезать. В. Тысячу. Девятьсот. Третьем. Году. Появляется. Еще. Один. Симптомокомплекс. Который. В современном мире. Обозначается. Как. Шизофрения. А. Конкретней. Простая. Шизофрения. Не было. Немецкий психиатр. Отто. Дим. Находит. Симптомокомплекс. Деменция. Симплекс. Простое. Слабоумие. Деменция. Симплекс. В. Традиционном. Современном. Представлении. Это. Общая. Шизофрения. И. Особенность. Общая. Забегая. На. Вперед. А. При ней. Активные. Не. Психо. Продуктивные. А. Психо. Дефицитарные. Симптомы. Симптомы. Шизофрении. Их можно делить. Психо. Продуктивные. Продуктивные. Это. Что добавляется. Симптомы. Ну. Приведочная. Галлюцинирование. Это. Психо. А. Психо. Дефицитарные. Симптомы. Примера. Более. Я. Утрачиваю. Способность. Вот. Так. Вот. При. Общей. Шизофрении. Чаще всего. У. Людей. Вообще. Не. Чуть. Поверь. Но. У. Старные. Симптомы. То есть. Черт. Тупо. Сидит. Дома. Нифига не делай. Лень. Все. Многие. Люди. Воспринимают. Даже. Сейчас. Общество. Семьи. Порой. Смотря на людей. Страдающих. Думаю. Страдающих. 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 Думаю. Страдающих. Комментировать. Так. У них нет психопродуктивных. Сиктомов. То. Порой. Таких. Людей. Отправляют. Интересно. Их. Тестируют. Считают. семей не без рода лентяй синдит более подробнее поговорить это 1903 год и так смотрите 1890 год калитинские диафрении 1893 год гризингер ранее слабоумие деменция прайкокс 1903 год это от таким деменция simplex и уже 1908 год вот появляется самый симптом название шизофрения автор его этой player это учитель канала юга психиатрии лейдер же придумывает термин шизофрения плейли раздает термин шизоидность блайнер уже создает термин аутизм и чаще всего под этими тремя терминами этот нос только потом в будущем говорил что а тем не шизофрения шизоидное расстройство и аутизм они разделяются по тему веткам на ранних стадиях это все было наблюдая за полноценно описывать вот по бейлеру выделяется четыре основных критерия шизофрении или как говорят 4 а почему а потому что каждый из них начинается на буква это аффект аутизм нарушение ассоциации и амбивалентность аффект аутизм ассоциация амбивалентность в этом увидите и другие определенные элементы психопродуктивных и психодефицитарных симптомов шизофрения начинается на буква легко запоминать аффект аутизм нарушение ассоциации ассоциации и амбивалентность амбивалентность это двойственность пойдемте по нему селсот на аффект подвивается снижение аффекта плеер наблюдал здесь психодефицитарные симптомы очень часто проявляющиеся скудность эмоционального аффекта человек не радуется не переживает о чем-то не беспокоится у него нету чувств и интенсивности привычных для обычного человека скудность резюцированность ну пример шизофриники не ощущают счастье они не могут полноценно печалиться скажем так по мнению правильно говорить что некоторые элементы аффекта гипсы в особенности то радость далее что насчет страх страха если шизофрения галлюцинирует и видит непосредственно ужасающего боится примеру шизофриники могут быть очень такие вещи причем чаще всего они видят то что вызывает у них очень проблематичное ощущение но а когда мы подойдем к представлению амбивалентности то узнают что то что видит шизофреник а он испытывает двойные монстральные версии то есть одновременно он испытывает как а что позитивно таки негативно там в отсутствии аффекта заключается секрет секрет того что шизофреник испытывают эмоции но из-за их парадоксальности не можете полноценно проявлять прекрасно испытывает одновременно радость и печаль из-за того что шизофреник испытывает одновременно некоторое состояние их выражение через невербалику затруднено в смысле это может быть похожим как на истерию ради радости слезы или не совсем примеру отвращение и сексуальное удовольствие а сколько эмоции на временном может ощущать не знаю сколько но чаще всего он испытывает эмоции взаимно исключающие противоположные удовлетворение либо не удовлетворение определенных потребностей то есть пример когда я обретаю что-то хорошее я радуюсь куда я теряю что-то я печалью а шизофреник примером может одновременно испытывать радость и печаль приобретение чего-то я радость и печаль дают две реакции сразу его состояли из-за того что реакции тут эмоциональные две сразу затруднены и поведенческие реализации потому что мы испытываем радость мы видим себя одним способом мы смотрим печаль видеться другим способом а когда мы одновременно испытываем то и то и именно тогда начинается и поведение который наше общество простроено на идее того что мы сюда удовлетворяем либо что получаем либо утрачиваем у шизофреника утрачивает сыграть правильности из-за этого реакции в них могут хаотично для того что две реакции одновременно шизофренику проще уйти в себя и начать продуцировать определенные внутренние реакции здесь мы получаем второй критерий по player это аутизм закрытость вот у себя не способность быть в полноценном контакте с миром в принципе шизофрения это проблема социализации эта проблема контакта шизофреник через симптомы как бы бросает вызов обществу его симптомы таковы что он не может полностью социализироваться на глубоком уровне симптоматика шизофреника она лишает его принадлежности к социальной группе то как ведет себя шизофреник это вызывает у людей справное чувство причем заметьте почти на рефлекторном уровне ну к примеру скажем если вы ведете себя плохо а у вас будут преследовать если вы будете хорошо у вас будут хвалить но если видите странно я социально вас будут бояться избегать если строить социальные эксперименты вот наблюдатель человек может быть слабо доведет себя как безумец его строятся потому что на каком-то глубоком рефлекторном уровне мы боимся людей которые безумны не предсказуем не предсказуем да мы боимся мы строимся я думаю это является частью рационного процесса не за их предсказуемость аутизм далее ассоциации у что же там за проблем с ассоциациями происходит наше ассоциативное мышление оно происходит по каким-то первичным признакам и по каким-то вторичным признакам у обычного человека ассоциации происходит по первичному признаку у шизофреникова по вторичным попытаюсь объяснить какое сходство между солнцем и звезда круглая где противоположность на небе смотрят из окна они ассоциации по какому-то странному критерию что общего между оргой человек у них подверг они оба перебивают он не берет что-то общее и объединяет по общему критерию они оба люди и оба студенты они берут какой-то единичный небольшой критерий и резервы и пробуют объединить это вторичное тогда каким-то вторичным признакам что собственно говоря вызывают у окружения страны есть шизофреничные анекдоты вторичные мышления присущим и тему ваша зале ником которые чего-то не хватает там эмоции и так далее и тем который видит сбоев ассоциациях не является не тихо продуктивным хотя в принципе добавление добавление это не добавление чего-то это не отнятие чего-то искажение продуктивный есть анекдоты они вызывают кучу смеха потому что люди видят абсурдность вспоминаю сериал мой любимый теория большого взрыва вот его признать там снимался стивен хокинг реально известный физик и главному герою рассказывает анекдот Шелдону Куперу говорят в чем сходство между Шелдоном Купером и черными дырами вот как вы думаете что какой ответ правильный они оба соснут классный анекдот мы смеемся над данным анекдотом потому что в него вложена шизофреничная логика Шелдон и черные дыры они совмещены по какому-то очень странному критерию это называют на смех так вот в шизофренике к этому нет силы и это между прочим критерий если ты описываешь обычному человеку ассоциации по вторичным признакам это вызывает замешательство и вызывает смех по рамке шизофреник это очень серьезно из-за этого в принципе мышление шизофреника и его речь она может быть ну скажем так казаться глубоко философской очень глубоко философской очень давно лет десять назад я помню на твоей группе в городе и я представил своим студентам записи речи шизофреника там минут пять-десять какие-то старые пластинки и записи 70-х годов вот и там где-то минут пять-десять подряд шизофреник говорит описывает мир но это слушает мои то что говорит шизофреник вот внимательно и под конец десяти минутки вот это один студент мой тридцатилетний бывший священник вот психолог программист очень умнейший человек говорит Боря знаю я слушал его так вот не показал ты такой умный человек говорит такие интересные вещи первое впечатление ведет но если вы будете разбираться детализированно в том что он говорит вы обнаружите что у самой речи в связях очень много логических шумов вот до стороны это может казаться чем-то очень забыто вот если вы читали книги а-ля а-ля гегеля вот такой даже не ничьи или кант впереди госпож спасибо вот вам обнаружите что ну что как ну попробуйте прочитать я не знаю десять десять-двадцать встречи кант либо там гегеля вы обнаружите что через какое-то время ваше сознание явно пытается перейти на какую-то другую интенсивность вы понимаете чувак думать это очень интересно явно не так как я вы пытаетесь считать вчитываться вы сразу рано и поздно обнаруживаете что логические связи могут немного теряться кант и кто кант гегель пример вот действительно есть философы которые очень близки по стилю изложения к вот ну да на философом есть крутая логика ее можно найти влечешь изобретение чаще всего и как и там реально если мы детализируем присматриваться каждому слову увидим что не упускают вещи вот поэтому как единая сфера там естественно страдает вот и абивалентность бывают волевая раз это абивалентность эмоциональная 2 и это абивалентность интеллектуальная 3 волевая абивалентность она проявляется у нас в проблеме принятия решения шизофреники очень часто находится в уделении выбора и не могут сделать ни первое ни второе для его выбора бывает и у других больных к примеру для его выбора бывает у людей с симптомом НУКР не знаю что делать первое или второе метаболитяного осла который умирает перед двумя строгами сена потому что не может сделать выбор что именно первое съесть первый или второй сток потому что они полностью равны поэтому шизофреник будет находиться в состоянии он понимает что нужно делать но смысле не будет уставать эта проблема уже апулии и неспособность воли изъявлять между прочим я лично считаю что ключевым и основным критерием полноценного заболевания является отсутствие воли изъявлений способности полноценного воли изъявлений из-за чего естественно у шизофреников большие проблемы появляются социальной адаптации не потому что они галлюцинируют а потому что они не могут себя заставить делать значимые социальные вещи и также контролировать определенные искажения сон а в принципе шизофрения это нарушение мышление и восприятие двух сфер то есть я мыслю по-другому чем другие люди раз и я воспринимаю по-другому чем другие люди я могу увидеть какие-то искажения в реальной галлюцинации и могу создавать определенные странные образы картины в своем сознании через нарушение перцептивного входа например я вижу мохнатый шар который выходит из картины подлетает ко мне и дрется об меня это пример к чему когнитивного или перцептивного искажения это то что я буду это существо из другого мира которое пришло ко мне чтобы научить меня не знали вот прям это уже когнитивное нарушение между прочим осознавая два так подобных критерия китайцы уже переименовали и в своей классификации cfd они дали название шитофрении это когнитивно-перцептивная дисфункция что является гораздо более близким моим представлением чем понятие просто расщепление ума шитофрении хотя до сих пор между прочим до сих пор пробуют некоторые авторы сместить и сдвинуть шитофрении даже вот примерно в 2007 году на какой-то конференции было голосование оставлять шитофрению как симптом в списке либо ее убрать вот 62 человека проголосовало чтобы оставить и 61 чтобы убрать шитофрению оставили по-прежнему она и есть современная классификация хотя ее хотели брать из-за того что она по своей сути стигматизирует через свое название пациенту и хотели давать более экологичное название аля как пример переназвали в свое время маникальный депрессивный психоз назвали его биполярное эффективное расстройство личности из-за чего правда появились дикие странности его название монополярная форма биполярного расстройства личности красота монополярная форма монополярного расстройства лавы потому что афрения по-прежнему только с разными разными коннотациями волевое чувство страдает таким способом что человек может удержать обленные мысли но не быть способным полноценно запускать ее деятельность на уровне поведения это первый человек который знаешь ему нужно идти на работу в вуз с кем-то знакомиться что-то делать но он как бы вот значит не сделает а почему а зачем не испытывает обленного ощущения . вот из-за этого появляются особенные вещи пример поведения студент приходит ко мне такой весьма полный молодой человек ему было тогда уже 25-27 лет где-то плюс минус 25 по-моему вот поступает на все факт вот и оказывается он в последних несколько лет жил в определенном цикле он от вуз учится в вузе парочку месяцев потока наступает зима он впадает в спячку то есть сидит дома он ничего не хочет он не выходит почти своей комнаты и единственное что делал спит ходит на кухню и в туалет а в своей комнате он сидит играется в капитанную грузку делает это он с раннего утра до позднего позднего вечера у него два ключевых занятия это капитанная игра и аниме они могут смотреть с раннего утра до позднего вечера не переставая вот при этом его выгоняет из вузы человек какой-то он не ходит вот его отчисляет из вузы он смотрит мне плевать вот у него появляется деформация уже вот он сидит так долго у него мышцы инвестируются вот он ничего не делает вообще домашние как-то его на него забили вот и к концу зимы он просыпается где-то спит 4 месяца плюс-минус вот такое состояние просто что же я делаю такое бегом за его очисткой и он ну я на следующем году там вот все хорошо и у него болевое чувство возвращается опять снова воспринимают поначалу энергичный молодой человек хочет учиться потом наступает зима и снова он превращается в я рецессивного ничего не хотящего человека это шизофрении или мдп я расскажу почему это нет в шизофрении есть также цикличные проявления они могут быть шизофрения бывает белотекущая шизофрения бывает эпизодическая вот и порой эпизоды проявления шизофрении они привязаны к определенным временным периодам или только при этом он симптомы демонстрирует показывает не депрессивные нет ему хорошо просто сидит дома ему хорошо смотреть аниме ему классно структурка похожа на мдп а третий воз куда он поступает спустя два цикла он приходит вот опять же психолог теперь учиться он пошел на групповую терапию ко мне вот я психолог все дружит все хорошо классно вот походил 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 ему там какая-то девочка понравилась они попробовали погулять она его бросила вот он устоял более-менее хорошо а потом после нового года под новый год эта девочка построена с родителями резко прибежала к нему вот они под новый год там занялись сексом единоразово потом она убежала от него и после этого у него пойдет после симптомов все снова вернулись вот и после этого он отказался уже приходить и в вуз и даже когда общавшись с ним появляется странное ощущение человека который говорит да да я скоро приду да скоро да и он говорит на самом деле они приходят ко мне пришел его брат и говорит правда с ним происходит что очень странное я сидит и полностью отказывается чтобы это делать ну из этого вуза его просто так не отчислили под конец года который не отходил вообще вот позвонились деканата ты хоть прийди хоть как-то вот на что брата сказал теперь то я заживу хорошо а брата уточнил а в смысле заживешь а он сказал теперь мне никто не помешает смотреть аниме я то явно понимаю что с человеком что-то странное происходит так вот у него не было алюцинаций вообще не было алюцинаций а у него было наличие психо дефицитарных симптомов целый спирт вот это та же самая деменция симплекс отто дима либо общая шизофрения была современной классификации которая чуть-чуть позже когда будем рассматривать подробно как там была очень большая проблема с возъявлением то есть человек при шизофрении он у него проблема с возъявлением это не дилемма жесткая что же мне делать первое второе второе первое нет это по-другому что же мне делать первое не хочу второе не хочу окей скорее так для того чтобы понять подобное состояние необходимо попробовать вкратце разобраться с определенными химическими процессами в частности с дофаминологическими процессами дофамин нейромедиатор поощрения и нейромедиатор предчувствования поощрения то есть дофамин вырабатывается когда мы думаем о том что мы будем что-то делать хорошее когда вы думаете что друзья классно у вас дофамин может пойти по факту того что вы думаете вся наша мотивационная сфера она пропитана мотивационными образами то есть мы действуем как личности и потому что у нас есть какие-то картинки в будущем которые мы идем учимся и это делаем потому что в будущем мы видим картинку себя как специалист про одну минимум пример криво-криво кривая улыбка на лице ну я вот пофантазировал вот где-то в других странах у людей поход в ВУЗ это картинка я буду хорошим специалистом а если бы мы не знали для чего мы ходим постоянно ВУЗ мы не делали этого для того чтобы мы длительный период времени могли бы действовать каким-то способом нужно понимать зачем мы это делаем к чему мы идем в общем и самая идея того что я вижу там картинку в которой я иду дает мне подкрепление я чувствую себя хорошо у нас выделяется эта фамилия человек который утрачивает картинку будущего она разрушается он мгновенно скатывается в депрессивное состояние это ощущение выхода нет я не знаю что делать он в мире не может меня порадовать и я не знаю куда я иду это утрата чего мера медиатора дофамина говорит о том что в будущем нет картинки она разрушена что же происходит с шизофрениками у шизофреников как вы думаете дофамина больше у мозга либо меньше чем обычно больше как ни странно им может показаться что за нафиг почему он не нафиг кайфовать так много дофаминов в мозге а на самом деле это не так все абсолютно не так смотрите имеет значение не только определенное количество дофамина но и количество дофамина в определенных участках мозга было обнаружено что у шизофреников дофамина гораздо больше в некоторых из них это а в стриатуме два в мезолимбическом и в мезокортикальном путях стриатум мезолимбический мезокортикальный пути в частности кроме этого в мозге шизофреников наблюдается процесс под называем гипофронтальность что такое гипофронтальность это слабое обеспечение кровью фронтальность мозга которая в частности связана с чем с волевым контролем и способностью ставить цель дофамин увеличивается по своему объему и чем повыше дофамин в мозге во пленых участках тем больше нарушается ценностно мотивационная структура личности чем больше тем подумайте смотрите почему наркомания в общем она опасна социально потому что наркоман черпает к примеру дофамин через экзогенный фактор тем самым нарушая в себе мотивационную структуру зачем мне делать что-то социальное я могу взять выпить сейчас и мне хорошо чем больше вы сиюминутно делаете себе хорошо нюхнув глотнув тем меньше вы имеете желание двигаться к социальным целям из-за этого происходит ступенчатая деградация у личности личность которая не возобновляет дофаминовую рецепцию через экзогенный фактор эта личность будет гораздо больше нацелена на формирование целей поэтому здесь люди которые берут кайфа слишком много внешнего они рано или поздно прекращают жить кайфово внутренне предвкушение удовольствия нас толкает отсутствие дофамина в воле жизни толкает на принятие веществ чтобы получить алкоголь чаще всего компенсирует отсутствие любви алкоголь дает подобное алкоголь это один из самых мощных дофаминологических веществ конечно в алкоголе дофамина не дофамин вырабатывается в мозге а и другие вещества которые дают беспрерывное возобновление дофамина дофу 50 дофа 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 дофаминов дофа 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 так называемых амфетаминовых психоделиках подобные препараты они вообще могут продолжать быть в крови до 36 часов почему так долго а потому что молекулы данных веществ очень плохо расщепляется печенью из-за этого вещества не выводится период полу распада в крови очень длительный в крови и за счет того как в крови за есть он постоянно проходит через клетки мозга и снова и снова и снова из тирозина тирозин его еще еще было и дает подпитку дофаминовую и другие лица то есть не вообще стремно выпивать есть по крайней мере сведения о том что подавляющее большинство преступление которое совершает шизофреники не совершают алкоголь алкоголя он более-менее мир почти все убийства под алкоголем под каким-то интоксикациями вот эти вопросы шизофреники они мирные либо нет нет не совсем мирно они живут своем мире собственном они вот проецируют других людей определенные образы вот и уже человек который может убить но скорее не потому что буквально хочет имя тебя вот а потому что мог увидеть себе какого-то инопланетянина который собирается не знаю и что вырезать вот и в этот момент прекрасно будет тебя напасть вот убивают есть целая статистика убийств нарушает она разрушает начинает мотивацию но а у всего определенных факторов у одного человека он сильнее это делает у другого человека слабее это делает ну пример и если ты обладает какой-то лучшую целью глобальный то принимаешь наркотики не принимаешь твоего сердца скресть не пострадает но когда ты работают времени превращаешь смысл ее жизни было распитие или прием чего-то когда цель смещается с высшего на ниши происходит деформация как говорил литра франкл человек который не обладает каким-то глобальными смыслами в своей жизни вот он начинает испытывать желание посещать свое тело удовольствием больше кайф хочет человек дофамина экзогенного а смысл образования ключевая цель к чему я иду для чего я живу по большому счету данная картинка уже по умолчанию дофаминогена я эту тему рассказу раскрываю в лекциях посвященных психологии люди которые живут с идеей что после смерти будет что-то хорошее для них это люди с более высоким уровнем дофамина мозги это выживаете переродитесь вы удерживаете картинку перед собой и наличие данной картинки там все это будет автоматически увеличивает дофамин то есть вы более счастливы от этого вы живете с идеей что вот старость и вот все чем ближе к старости знаете люди чаще религиозные почему они находят способы поддерживать дофаминовый баланс будем материалистично оценивать религия это трюк нашего ума для того чтобы простроить потенциально возможное будущее за пределы наблюдаемого чтобы и в старости испытывать чувство радости все это все фактически химия потребность организма можно сказать вызвала старик которому примеру 80 лет и он не верит ни во что и он значит а конец и он значит реально ничего не будет и реальность соответственно люди которые верят они у них меньше мотивационная не совсем а они в свои любые религии они дают оплённые триггеры поведенческие что нужно делать чтобы картинка была хорошая правильная актива не прелюбодействовать создаешь оплённых эти образы и действия оплённым способом ты приближаешь картинку 1 и она рядом с тобой ты смотришь я в рай это уже хорошо еще не в раю но помните дофамин это предчувствие дофамин начинали для от никогда убавая попадается а дофамин начинает появляться в вашем мозге когда вы уверены слушай вот и дикая такая философская как же вот интересно там допустим есть там марина или я не знаю там наталья ли всего в особенности женщины какой-то все там ну великомученицы это же какой-то степени подавляется но это наверно не касается этим ну да это подавляет какой-то степени например берут там в тибете опрашивают крестьян говорят а вот из своей смерти боитесь спокойно чистыми глазами говорит о чем не бояться смерти естественно я вижу я жил много раз я живу сейчас потом я буду жить много раз еще нормально естественно у меня нет депрессивных эмоций поэтому не в том абсолютно вообще вера вот в тибете что ты там птичкой будешь или еще кем-то пример вообще абсолютно то же самое христиан это все касались мы будем материалистичными и не будем говорить если бог или нет у бога но факт остается фактом что наличие религий у человека вот такие а делается человек чем более счастливым что можно правда брать и другие системы веровать но очень малое количество системы веровать дает четкие предписания того что нужно делать чтобы картинка яркая красочная и приятная была ближе принципе а наука является форму замещение и строгие материалисты исследуя мир как бы делать себя более счастливыми так но факт со фактом если ты веришь прошлом в будущее будущую жизнь то в старости гораздо меньше вероятность пойдешь депрессивную и помните уровень дофамина напрямую связан с умышлением человек у которого больше дофамина лучше думают то есть из-за клиники отлично думают смотри помни имеет значение никакие области мозга не общее количество а в каких областях появляется пример яркий наиболее контрастное отличие мозга человека от мозга обезьяна в чем у мозги обезьяны в разы меньше синтезирует дофамин дофамин является именно тем фенеромедиатором который позволяет нам быть а мотивированными и действует соответствием но очень важно дофамин у нас был прикреплен к чему четким триггерам то есть иди общаясь с другими людьми создавать связи работа и учись как другие дофамин будет не делаешь это делают другие доверен вниз нас раннего детства приучают к этому делай что делают другие ты хороший вверх не делаешь другие доверен вниз а как же вот эти вот миссии типа вы которые учителя доходят и говорят что они любят мир а вот у них нет вроде как триггера чтобы любить и говорят что они очень сильно любят они тоже являются шизофейниками смотри не совсем так есть состояние которое можно достичь с помощью определенных специальных практик а в частности к примеру и 10 представлений о состоянии по называется сухах вроде бы проговаривал по моему не так вот я потом вспомнил состояние радости к точек испытывает по факту того что просто есть да она должна подчиняться законам равновесия по идее и колебания маятников слишком много дофамина должно компенсироваться чем выброса в мозг нерамедиатор модно аминоксидазы который будет сбивать по нашему состоянию блаженство на блаженны и радости чрезмерное не ты не впадаешь ли они блаженство ты не мотивирован а были членом общества поэтому обществу не нужны люди находящие состояние бесконечного газа не надо необходимо чтобы циклично в чем-то были иногда немножко счастливы потом полюбку это задницу помнились когда-то были счастливы и делали пленые действия чтобы выбраться закон маленько идет не потому что так и природа идет потому что так от общества идет общество говорит обществу если бы общество оцениваем как целостную систему то обществу необходимо чтобы люди были скорее умели несчастны уверенно несчастные люди это продуктивные люди они будут всю жизнь работать работать каждый день много с надеждой что когда-нибудь то я заработаю себе выберзла явно подавляющее большинство людей также каждый день по сути попадешь в рай я там все таки сделаю что-то это пленая форма устройства мозга то есть даже продолжай далее потому что и не позволили мечтать на этом фильмы построены кстати как не многие сказки много работать и бог кто-то еще мне отдавит да я еще немножко потерплю благодать людей вот точно это вот стоит больше делает больше вот стараюсь и может быть вот да люди верят в это же где работают и люди готовы 10 лет два следа пахать на нелюбимой работе службы касается вот это вот интересно один в один наверно вообще твоих я думаю везде идут пенсии тут все посыпется работа на пенсии вот это общество дает картинки того что ты может быть получишь если будешь продуктивным обществом но чтобы ты больше хотел идти к этим ярким картинкам тебе необходимо временами страдать чтоб тебя прожарила хорошенько в чем-то и параллель сагать почту вот тут самый продуктивный люди которые часто страдают ну а это настоящие вот двух социальные такие драйверы мужики тут меня жопа там у меня вот рай я действую соответствую это модель прививается с раннего детства всем людям в той или иной степени у меня есть такая маска когда мне он заявляет как живут там пенсии так далее знаете лучше ходить с протянутой рукой на пенсии чем лежать с протянутыми нога говорят так вот люди которые достигли какого-то сына просветления там не знаю возгляд медитировали в пещере они таки могут сбить данную систему мотивации встроенных мальчиков пять лет берут и отдают монастырь и там до 27 лет он пока и тело что медитирует работает вот у нее системы от вас буду если сбить системы мотивации в принципе то появляется просветление терите если по оцениваем состоянии просветления с точки зрения духовности то реально это спинка социальной системы мотивации то есть тебя больше не беспокоит ты достиг славы либо не достиг я примеру просветление пофиг а также тогда шизофреники которые смотрят аниме играть так вот да и тут реально есть уникальный трюк аспекту цели до реально шизофреники в чем-то по сути похоже на просветленных похоже по определенным критерием а в чем разница а буду объяснять материнская фигура она сбивает и неправильно настраивает ценностно мотивационную структуру мозга ребенка как она доделает суть этого двойные послания негативные что такое а утка шизофреногенная мать шизофреногенная мать это та мать которая ребенку дает постоянно одни и таки же самые негативные сигналы именно негативные куда значит вот это значит что ребенок делает поведение один его бьют ребенок делает противоположное ребенок говорит правду его бьют ребенок говорит ложь вот уже было такое что вы сами не понимаете хотят делаешь первое ругают делаешь противоположное тоже ругают учишься говорят плохо учишься мало не учишься ах ты мудак рано или поздно что происходит с молодым ребенком а американский психиатр герри стек селиван считал что наша личность взращивается через призму постоянных потреблений негативных и позитивных что это значит что ребенок чаще всего убирая ту деятельность там где его больше любят и отказа той деятельности его не любят вот продукт этих подкрепления даже личность но если ребенок постоянно от матери получает не люблю там и не люблю там что происходит с личностью она деформируется и система мотивации она вкладывается в раннем детстве базовая система мотивации закладывается матерью по отношению к ребенку и чтобы ну грубо говоря у ребенка желательно не было пашинофрении мать должна четко разделять за одно на хвалить в другом ругает если вы на глубоком уровне знаете то что вас похвалит ваша система мотивации документологическая выстроена правильно так это уже она передает свое наследие я видел кучу примеров подобных и поверьте мне люди чьи матери постоянно везде критиковали они либо похожи на шизофреникам если наоборот постоянно хвалят это разрушение мотивации но не фрагу чуть ли не видел как у людей постоянно не ходила ни за что ни за что не ходила вот но шизнанился не шизофреникам а скорее это почва благоприятно то есть люди которых никогда не хвалили они могут не понимать а что такое правильный выбор а не вспоминаете у нас же а до лет девяти и десяти в мозге происходит активно процесс под названием синаптогенез это означает что наш мозг мягкий и податливый как глина мокрая и что происходит до девяти вот такой он остается вот если а мы лет до девяти не получали позитивных реакций могу то что вот то вероятность того что когда мы вырастим вот у нас будут очень большие проблемы с ощущением правильности действия вот поэтому что первично она одновременно вот а социальная сфера коммуникация мать и формирует определенный шаблон по которому мы получаем дорожную рецепцию мать обучает нас тренирует но не забывайте материнская фигура может не буквально давать негативное послание а может давать вербаликой к примеру а тоже твоя негативное послание это мама говорящие одно да кости ты конечно когда холодная холодная похвала и ребенок слышит как как ребенок реагирует на слово реагирует на звук на налоговой коммуникации как принципе во всем и особенности это дети и домашние животные кто вспоминает когда вы кашакал свой ах ты ставишь акин сын мой ох там остальные вопрос да но читай на стриме стриме ручки а я понял если удается сбалансировать гормоны как изменится это трудно сделать в принципе можно пробовать выравнивать через внешнюю и прием веществ но если мы не обработаем новую стратегию понимали что хорошо что и плохо вот внешние вещества они дают но понятно как проигрываются психопродуктивным рано или поздно дофамин начинает вырабатываться просто так это самый большой трюк это трюк то потому что есть у нас не хвалят их валят их валят добавим вниз 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 мы ни от чего не получаем подкрепление представьте себе что вы играете в игру и какие выходы в ней не делали у вас играют деньги рано или поздно что будете делать вы будете воровать это получать деньги с другого направления если вас нет если вы работаете на работе на котором не платят зарплату лично недовольны рано или поздно к делу что вы будете делать вы будете пробовать брать деньги это где-то сливака правда верно или нет кушать надо что-то а если нет легальных способов вот здесь работа где у нас легально там не платят если легальный способ представьте себе что выработка дофамина в мозге шизофреника это что-то вроде получения денег нелегального способа и у шизофреника начинает получать полноценное удовольствие но у них вырабатывается гораздо больше фиксировать то есть удовольствие такие они не получают смотри есть общее представление о том что шизофреники у них проблемы с получением удовольствия ангидония проблемы с получением удовольствия дофамин а является веществом которое создает ощущение предвкушения и там действительно есть парадоксальный процесс какой вроде бы дофамина много но кайфа нет из-за чего определенные участки мозга будет давать ощущение благородства в других же его давать не будет вот эти участки мозга который порш вырабатывает дофамина они как раз не дают ощущение кайфа и блаженства они дают альтернативные реакции из-за чего шизофреник начинает вести себя странно специфично не забывайте шизофрения в общем не только воспитание мамки там еще и другие факторы очень значим а в частности по статистике на порядок больше шизофреников тех социальных категориях где детей или сексуально издевались либо давали какое-то другое насилие если ребенка били и сексуально возвращали то вероятность того что будет шизофрения гораздо лучше на порядке очень единственное мое наблюдение важное по моему мнению шизофрения гораздо чаще формируется у тех людей где совращение было сексуально именно от кровного рода если совращение имеет место от постороннего лица какого-то там вот вот левого дяди вот чаще это приводит к и стероидным психопатиям и альтернативным личностям то есть и стероидного психозы но не шизофрении а там где в тех семьях томисовращение происходило именно от кровного родственника это гораздо чаще вызывает шизофренический симптом то есть именно буквальная травма имеет радикальное значение травма эмоциональная нужна определенная сила которая давит на ребенка и желательно чтобы дам желательно чтобы данная сила а вызывала комплекс противоречий к примеру скажем сексуальное насилие от там отца дяди и деда вот с одной стороны дает определенную форму насилия а с другой странные близкий кровный у сознание формируется двойственная реакция с одной страны люблю а другой ста ненавижу дальняя двойная реакция дает невозможность выражение чувства если вы одновременно любите и ненавидите человека вы не можете полноценно выразить не любовь и ненависть что дает уход аутизм уход в себя и рано или поздно энергия эмоций любви и ненависти начинает трансформироваться в определенные искажения сенсорных то есть чем больше конфликтов в выражении эмоций тем больше искажается сенсорный процесс восприятия и мышления когда происходит подобное искажение человек видит то чего нет но в том что он видит есть свой смысл примеру женщина в клинике видит пять монстров которые мучают и пытают ее один монстр о молнии бьют я поставил другой мост лазера выстреляет из глаз 3 монстр бьет ее физически 4 и так далее вот и следует она оказывается что в детстве эту девочку совращали 5 человек что делает разум разум берет перекодирует искажая данную информацию и за образом монстра который преследует человека может быть буквальная личность которая кое-что делала анализируя эти вещи можно понимать почему каждую снации есть свой смысл часть психиатров поддерживают анализирование того опыта который дает шефреник можно анализировать как сновидение и у них громадное количество аналитического материала в монстрах видениях голосах порой кодируется обленные процессы которые человек потерпевал в раннем детстве потому здесь вы на социальном уровне видите минимум два фактора ключевых это а наличие шизофреногенной матери либо наличие объекта дающего постоянно двойные негативные обратные связи даблбайда негативные везде плохой чтобы не сделал и наличие определенной формы насилия желательно сексуального и желательно кровного родственника пример женщина приходит ко мне говорит у нее поставлены диагноз шизофрении но она так контролирует себя вот шизофрении поставили там 30-летней возрасте копаясь не за одну сессию нахожу а что когда ей было 7 лет вот и и совратил природный брат вот они занимались сексом вот на момент перехода на терапию у нее шизофрения убрал тракт мозга вот помните по психосоматике страдает тот участок тела который является элементом нарушения марата вот здесь нужно реализировать и само место это пример вот здесь можно говорить о том что его мораль породила когда она это вспомнила на шизофрении осознавание этой связи она не убирает шизофренический процесс соль а как тогда не как простим психоанализом ты же фрегию не уберешь вот в поле этого ты найдешь примеров того как у аналитики работы психоанализов шизофреника возможно да возможно возможно я буду говорить об этом много чего сказать терапию в общем о терапии гипноза в частности шизофрениками подразумевается под тем что такие расстройства не забывайте говорить о интенсивностях да тут я согласен которые выяснить какая как выяснить у коммуникации вот это видно смотри шизофреники они похожи если дом который был рожен бомбой и приезжающую часть дома взорвана ничего нет а часть дома целых и есть комнаты в месте там типа попала а есть комнаты там где бомба не попал так вот блинешь шизофреников их личность она иногда в части разрушенной и когда они там они неадекватны но иногда их сознание возвращается тот часть дома который отцов не смеется хорошо узнал шизофреника и есть эта часть дома фасад который не разрушен а с помощью коммуникации можно его временно уводить включаясь дома чтобы он был нормально меняем я замечал в работе шизофрениками коммуникативной вербальной работе одни вопросы вопросы ассоциируют их частью личности там где они разрушены они мгновенно впадают неадекватно но задаешь вопрос имеющие отношения отвлекающие вопрос отношения к теме которые комфортно и спокойно не возвращаются задавая нужные вопросы их можно уводить из состояния безумия но это при условии что у них есть эта часть если он такой но это что же ходить по краю да и в зависимости от руки реакции у людей там есть шизофреник это про состояние состояние бесконечное там ничего не сделаешь вообще постоянно один такой же может быть у кучи вариантов и говорю если есть возможность найти этот островок целостности то все хорошо пример работы с шагом пью сериком питер психиатры и дали ему поработать вот кальцинирующим неадекватным вот первые вопросы которые звал франк юслик шизофренику вот скажи пожалуйста не сердца и симптомах ты страдаешь а что ты делаешь для того чтобы чувствовать себя хорошо вот и шликал я люблю это гитаре и показал как он играет и мгновенно вот такой человек когда он показал какие-то на секунду прикатил у шизофреника он ассоциировался с точкой своей личности которые такие точки не просто опрашивая что-то плохо где у тебя плохо как-то это плохо постоянно плохо ну да 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 это углубо все обычно скатываясь тогда он сохраняет личное мышление о шизофрении когда скатится в травматический опыт он не сможет дать полноценную обратную связь вам все может быть очень-очень печально поэтому на вербальные терапии на самом деле можно работать только с шизофрениками не очень высоких уровней интенсивности жизнений которые не зашкаливают есть люди которых нужно просто постоянно держать и выстрелили рубашки и обкалывать их нейролептиками чтобы они прекратили просто не знаю пытаться укусить это там не сработает там не надеетесь сохраняется островок нормальности какой-то через данный островок можно полуть хотя в принципе мастера перед самым милтон эриксон мог вообще пробовать работать даже с полностью безум через что через постройку двух месяцами копировать их движение действия поведения и ожидачу шизофреник видео что психиатр копирует его во всем вот он начнет развлекаться и действительно хорошо так у нас полтора часа мы идем на переменку сейчас 10-12 отдыхаем вот и потом я стрим пущу опять продолжение тематики и тимологии шизофрении первое наиболее популярно это параноидный шизофрения наиболее часто правы параноидный шизофрения потом появляется у нас кататоническая шизофрения далее либо гипофреническая а вторая какая здесь кататоническая кататония вот четвертое общая шизофрения деменция симплекс вот таким вот и 5 одни дифференцированно и дифференцированно в принципе еще могут говорить называемой остаточной под остаточной шизофрении воспринимают когда а есть слабо проявленные позитивные психопродуктивные симптомы без проявленных тихо дифференцированных например иногда видеть еще не знаю там баз к примеру человек увидел состояние эффекта там в розетка побежал по полу но а асфалируемый центр заказ окей самое первое начинаю рассмотреть параноидный шизофрения при параноидный шизофрении люди видят то чего нету наличие галлюцинации иллюзий формироваться во всех репрезентативных системах это означает я могу увидеть почему нет например я вижу существо не знаю там всегда в углу далее я слышу или я вижу как розетка бегает особенности галлюцинаций которые отличают шизофрению от говорил это то что порой они абсурдны некоторая абсурдность вычеркнули абсурдность какой смысл бегающий на поверхности общение если говорим о галлюцинации этого перед эпилептиков то они чаще всего они напрямую связаны с психо религиозной информации дьявол бог ангелы демоны это эпическая что масса людей видит что-то одно и то же много об этом расскажет примеру допустим христианский церковь как явление каких-то например да там много легенд таких примеров скажу вот войско русская вот против там хазара выступает хазара атакуют вот и тут все люди украинска русского войска видят как над ними вспыхивает пламя огонь и уходит ангел вот и богословляют групповой здесь очень трудно классифицировать подобные легенды легион конечно я я не знаю наверно как-то может быть с природными явлениями связано там я помню тоже читал там типа какая-то икона бога-матери или чего-то там всплыло то есть увидели какой-то силуэт кто-то выкрикнул на экзальтации первое что чаще всего данный образ напрямую связано с верованиями желаниями ожиданиями и сильным стрессом приучать чуть люди мало едят боятся умереть частых таковать должны сейчас они должны идти и биться насмерть и тут там вот а таких легенд много о явлении святых классифицировать их говоришь на шитофрении нет хотя принципе это психопродуктивный симптом галлюцинации абсурдные очереди далее чаще всего галлюцинации дают создать страдания страх испуг боясь причиняют ощутимые эмоциональные и телесный дискоход соворуждаются стабильным негативным астроном фона увидеть можем слышать можем чувствовать дополнительные чувства могут возникнуть чувства тела может быть пример а классика телесных галлюцинаций вот это ощущение там не знаю существовало тебя подходы насекомые бегают под козы слышал что веществами могут возникнуть какие-то дополнительные виды ощущений которые не знаю ощущение базового всего всего по и 100 или 5 ну вот я говорю не 5 6 7 нет я репрезентации так называемого 6 чувства условно говоря ну так будет через что через это будет картинка либо это ощущение в теле либо это звук вот и папа под шестым чувством чаще всего говорят о определенных наборах ощущений базового и столько ощущений 5 вы помните вот видение глаза слух вот телесное ощущение поняние вкус там же есть еще ощущение пример допустим ощущение движения проприоцептивное ощущение вот это ощущение вестибулярного аппарата чувство баланса но чаще всего их в основном 5 и их коктейль микс определенный пример пациентка страдает параноидных жизнедрений 27 28 лет работает в какой-то харьковской студии актерской я собираются актеры и играть китару вот она там на на паре стоит кофе-комнатор что там происходило я не знаю но в общем а смотрите у нее появляются фантазии что эти актеры начинают заниматься гипнозом и начинают влиять гипнозом на нее на расстоянии это тоже классика между прочим чем параноидных за принять это ощущение того что в отличие от параной ты думаешь я преследует там не спецорган это параноидная фантазия но если эти спецорганы воздействуют на тебя на расстоянии через гипноз то это уже по 0 ощущение воздействия влияние человек чувствует буквально как там эти люди находятся и что-то делается там через какое-то время у нее появляются другие психопродуктивные симптом и она попадает полностью под определение ключевое так называемых ключевых симптомов первого ранга шнайдера курта шнайдера вот симптомы первого ранга курта шнайдера это симптом параноидных жирофрений первый симптом первого ранга это предвоздействие со стороны внешних сил что такое бред вы помните это определенное представление и мышление убежден относительно себя помните бред напрямую связан с личностью бред всегда эгоцентричен за ты веришь на планете он это не бред ты веришь ты инопланетяне приходит в тебе домой и копается что это уже бред по определению то есть бред всегда эгоцентричен ориентирован на себя то что там вот если бы это просто верование ошибка мышления нехватка информации заблуждение вот бред ориентирован на себя вот и бред может обладать когнитивным и со стороны презентации когда со стороны презентации наступают мы имеем дело уже не с паранойей а с параной шизофренией если бред просто когнитивный это просто убежденность на планете не могут прийти к тебе это ощущение что не приходит такие здесь ну когнитивный этаж психоэмоциональны тоже ощущение они смотри как какие-то искажения это когда ты твердо убежден что инопланетяне к тебе приходили к примеру на прошлой неделе ты не может буквально доказывать убедительно сказал доказательства первый симптом первого ранга это предвоздействие второе симптом первого ранга курта шнайдера это вера в то что мысли воруются у тебя из головы кем-то либо вкладывать себе в голову ощущение чудности мыслей какие-то идеи ты знаешь и мысли вложены со стороны виде у нее появляется ощущение того что гипнотизирует это второй симптом первого ранга снайдера далее третий симптом это ощущение звучание своих мыслей ну а я думаю о чем-то и я смотрю на вас и я думаю что вы слышите моя мысль у девочки этого не было единственное от этого не говорила об этом это которая восьмилетняя и четвертый симптом первого десенту на секунду эти звучание мыслей первое при воздействии сил второе вера в то что мысли воруются либо вкладывается в голову третий это ощущение того что мысли доступны других думаешь или не значит и и четвертый это голоса комментирующие это самое 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 интересное если кого-то пункта нету из этого то это не шизогрения нет чаще всего не проявляются в комплекте может быть так что чего-то девочки я зафиксировал в работе с ней 1 2 4 у нее было очень бреда воздействию у нее было ощущение что мысли вкладываются и у нее было ощущение что вот она слышит создавал суждающий но приучек идет по кладбище и служит как мертвец и в могилах говорят ведь здесь бред сенсорные уже идет и бред эгоцентричный или человек слышит как он и слышит как за стенкой собрались люди обсуждают как они будут тебя убивать ты слышишь там просьба диссоциации иногда эти голоса они обсуждают между собой тебя разговор а учет такую ручку с ним и сделал мы его расчлением а иногда эти голоса комментаторы они начинают комментировать такие люди могут отвечать видеть кто-то кто-то стоит тебя комментирует тоже могут просто слушать а могут видеть прекрасно а заметит очень легко потому что человек с фокусирован зрением на точке он видит когда это родные персон понимаете как как он видит что-то либо слышать что а если ребенок встречал такое что он играет игрушки но как будто бы с другими существами которые будут рядом ну да 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 но это что ранее есть представление уране и диска и шизофрении но она очень редко проявляется там необходимо понимать и осознавать что дети в раннем возрасте они разговаривают с невидимыми предметами вот какими-то существами могут говорить о том и говорит что это феи гномом каким-то чем лучше помнишь он был такой было точно обычно это не тянется очень долго и где-то вот тут у то то ли 7 8 появляется потом исчезает при отсутствии фиксации внимания плавно проходит вот при его устойчивости ребенок постоянно регулярно разговаривать с пустотой до 40 лет вот тут вот это подозрить уже и не давайте шизофрении она не только галлюцинировать и разговаривать там обязательно будет комплект и другие вещи на комплект анализируют актеры через какое-то время гипнотизации у нее появляется ощущение того что мы мыть актеры подсадили ей в тело существо это существо размером с мяч и живет теперь у неё под правой лопаткой она чувствует когда на существо там вот шевелится иногда ползает по телу что естественно вызывает приятные ощущения вот я начали лечить посадили ее на нейролептики по базовую какие-нибудь там аланзапин респиридон может быть аминозин я не помню вот никакие наши нейролептики не сработали купила не привыкла обычно должен минимум на ком-то уровне потому что традиционная базовая нейролептики они что делать они блокируют часть дофаминовой рецепции они понижают из-за того и из-за этого мы получаем человек который не так интенсивно галлюцинируют качестве галлюцинации падает примеру голоса плышится редко и они тихие примеру становятся и отправляют на лечение помогает и отправляют какое-то экспериментальное американское лечение какие-то новые препараты новые нейролептики из америки они не срабатывают полностью она пришла ко мне под нейролептики я начали водить людям не традиционный терапевтической ориентации молодой человек ее начали водить а поначалу были колдунам на ней колдовали ничего не получилось каким-то бабкам которые ушел что-то одни не лучше то ли вот потом последний танцы стаж у нас у харькова есть церковь проводится регулярная процедура кстати говоря между прочим я встретитесь по предварительной оплате в сервере воля да ты знаешь священник ну просто молился все все было славлял меня ждет одна женщина упала на карачки начало ползать шипеть плеваться на иконам проклядать все вот мы вела себя как сама можно не пытается пить священник подходил из нее убивал не чистую силу которая сидела у него за лопаткой выходила из нее потом ходила снова прошла успешные были успешные какое-то время ну когда пришла ко мне у нее все было на месте а что причина здесь я расскажу историю не очень хорошая в общем обходили всех полностью вот колдуны не помогли и священники не помогли и психиатры не помогли и американские не помогли бабки-газалки не помогли и дорожники не помогли и тут уже и пациентки подруга вот она зависит у меня преподаватель по психотерапии пусть ему пойти вот я помню это был петер первое мое такое суровое столкновение именно мастер и матер и параноидные поверьте мне подобные люди почти никогда не ходят на вербальную терапию таких не приводит потому что такие люди они очень только соображают вербальная терапия почти вот приводит это моя студентка и и камни сюда садится здесь пациенту это было лет десять назад передо мной садится я попробовал что-то умело делать тогда не так много сейчас и детство классика детство травмы мама избиение сексуальное насилие сразу будет собрать она мысль все нормально мама хорошая папа не бил никто ее не насиловал причем когда она отвечает на вопрос не достаёт из памяти информации заметно было по ней минут 15 я ее пробовал вот анализировать и вижу это нулевая все вопросы она не углубляется не срабатывает вот я думаю хорошо попробую я очень трудно и по многому данных опасно потому что спродуцировать у них возникновение не уже более резких психопродуктивных симптомов то есть могут хорошенько начать даже есть у многих источников вообще нельзя с другой стороны можно находить то что это психиатры считают что для работы гипнозом шизофрении необходимо чтобы было специально ну вот она тогда это было лет назад тогда я уже знал директивную форму гипноза не директивно попробовал директивно не срабатывает вообще 0 я пробую мягкими директивным методом не срабатывает вообще как будто я сижу страдаю в пациентке передо мной сессии терапии пошел 35-40 вот муха эффективный смай на нулях вот сижу и думаю чешки делать позор опозорить как все другие священники и психиатры и экстрасенсы я вспоминаю неожиданно старую старую технику который на самом деле лечили не шизофрению а лечили психиатры а у психотическую истерию множественную личность переключая личности пациентов они обращались напрямую к личности поймут например в роли же не ты обращаешься к той личности который у саша а теперь я буду были с тобой вот я думаю о чем произойдет если я напрямую обращусь к этой сущности сидящей у нее там же за правой лопаткой что-то поменяется нет ну думаю сессия почти закончена чему быть тому не виноват и того центр офиса здесь прямо я сижу она передо мной в коленке и здесь сейчас я обращаюсь к этой части личности находящиеся у тебя откликнись вот так же происходит без драматизации а неожиданно длинный волос неожиданно голова я отворачиваю под волосами вижу что лицо вскорчено в гримасе и тут она не открывая глаза а резко на меня прямо в лицо вот так делать это совсем не смешно очень это часть личности захватила контроль только над ее головой то есть она не могла двигаться руки ноги они были не подготовлены сущности она молодежь куда я сижу смотрю и не понимаю что с ней делать поначалу сейчас вопрос буду заводить для чего ты обычно тренированные вопросы вызывающие с личности она может отвечать кто я как меня зовут я хочу вот и считается что психотерапевт задавая подобные вопросы как бы у вас не договориться шуму дарить я плен и намерить я твой друг давай договориться что ты хочешь поговорить тут ответом не был вообще она в ответ только шипела привалось вот я позадавал там пять-десять вопросов только шипение было выключать надо ее срочно вот я снова призываю ее по имени пациентку наташа теперь я снова призываю тебя раз переключается потом снова включает участь призываю ее переключается она как двухканальный телевизор снова включается часть была моноа одномерная вы имея виду одномерное что она не делала ничего не шипит они она не была неразговорная она не умела коммуницировать она только показывала агрессии причин такую нечеловеческую и мог понять ее агрессия реально была не похожа на весь и живут там имитации по ощущению было реально все такое демонопатическое эзотерическое вот я ее вывел вот позвал студент привела вот такая сессия закончилась принципе вот она ушла и как бы потом она не появилась что случилось я не знаю вот мне не получилось продолжить работу с ней увы вот я какое-то время сожрел что я не додумался попробовать еще по переключать другие личности потому что в ней могло быть еще что-то какие-то другие альтернативки вот которым можно было попробовать договориться допустим вот но для меня это помню было таким очень интересным боевым крещением в работе с параноидным штофреником которого вошел знаете на самом деле рискован потому что эта часть могла прекрасно захватить контроль над телом всем это тело могло очень даже хорошо а выключить можно выключать именно такие шизофреники которые приходили другие вот которые более милые более без подобного демонопатического терапевта на женщину на помощи подобие да не могла остановить ничего сделать на помощь вы сказали что ну тогда раньше была женщина вы умерли не так много сейчас как бы вы сейчас смогли бы решить эту проблему основное что я не сделал я точнее я начал экспериментировать по призываю данную часть личности надо было призывать чуть еще другие личности часть личности понимающая часть личности способная говорить часть личности дающие правильные ответы мудрая часть личности название личности примера можно было попробовать призвать какую-то мудрую понимающую часть и чтобы она объяснилась они в принципе могут быть геннабельными но при правильные техники уже проводят подбирать можно не подобрать а может потому что потом работая с параноидами шофейки более легкими и такими концентрированными они прекрасно вот обычный правда отличие ключевое их от других пациентов у них насыщенность трансового процесса у них вот какая-то гладостная мерзкая они виды какие-то угрожающие образы вид дома разрушенные города уничтоженные там причувствует апокалипси обычно чего ходящего транса но чувствует что он кайфу плавает где-то он передвигается в пространстве бессознательное мудрое бессознательное у таких людей образы очень тяжелые гадостные и они выход из транса гипнотического с ощущением неприятного а вот у той женщины например когда она выключилась и за ее заменил а она горела свой опыт что она вещала когда она была вот это пример альтернативной личности при парадой это пример вот подобная симптоматика также еще психиатрии называется синдром кандинского клерамбо когда присутствует ощущение того что кто-то влияет на тебя влияние внешних сил и подселяют синдром кандинского клерамбо бывает прямым и реверсивным все это значит прямой симптом кандинского гробов это когда я чувствую что но управлять но реверсивный а там уже веселее я ощущаю что я управляю обычно эти вещи сопровождаются некоторой глобальностью элементами мегаломонии величие то есть примеру человек говорит знаешь я вчера было в плохом настроении вот и там случилось и метро силец этим городе это из-за меня я вот подумал очень такого таких людей у них мысли ощущения в теле вот какие-то действия ассоциируется с тем что они этим влияют на других и чаще всего на какие-то глобальные процессы там элемент тарциссизма есть порой здесь мы видим какой-то странный срогат представлению магии и колодовстве там нету колодовства буквально нету магии какой-то человек ничего не делает он ассоциирует на плохое настроение с разрешением чего-то вот я споткнулся из-за этого там не знаете погиб а уже запрещенников интеллект чекакой может быть самым различным в частности к примеру могут быть гениальные люди в частности нобелевский лауреат которые страдают вот люди например фильм игру разума кто смотрел про гениального математика наша вот там пример человека страдающего полной шизофрении и гениального математика в частности у шизофреников потрясающе неколепные математические способности но мы также прекрасно можно встретить шизофреников и почти генераторов вот поэтому говорить в обществе неправильно в принципе если мы говорим о шизофрении в распределении социальных ресурсов сфер социальных богатые люди бедные люди люди средним застанском как вы думаете в каком пространстве людей больше среди бедных богатых среди бедных людей гораздо больше потому что чаще богатые люди более психопатичны они легче звук в инстепо пропал пропал не идется все так я сейчас спорвавшую видео с томачьи Люди, которые находятся на более высоких социальных уровнях общественных, они легче и спокойнее причиняют по умолчанию не более психопатично. В отношении денег, в отношении половых партнеров, в отношении мира. Люди, которые легче выражают агрессивные чувства другим, они меньше конфликта внутри. Но я наблюдал примеры того, как в таких семьях со временем могут появляться шизофреники. В частности, Барет Хеллингер считал, что шизофрения не является болезнью, а является определенным системным процессом семейным. Барет Хеллингер в своей практике терапевтической обнаружил, что шизофрения его пленого члена семьи появляется тогда, когда в нескольких поколениях до него был убийцей. И шизофреник, он в своем сознании интегрирует одновременно убийцу и жертву. Он ассоциирован с жертвой в семье и убийцей в семье. Ну, к примеру, ваш папа кого-то убил, по теории Барета Хеллингера, человека, которого убил ваш отец, к примеру, это тоже член семьи. Которое необходимо интегрировать. И ребенок смотрит на образ отца, смотрит на образ жертвы, интегрируя их, получает некая противоречия. Пример работы Хеллингера на семинаре, по-моему, в 2000 какой-то год, выходит женщина к нему на пьесскую сессию и говорит, у меня сын же страдает живых линей, и помогите ему. Он собирает анамнез, и эта женщина описывает, что они происходят из семьи очень богатых, которая раньше держала в Бразилии роков. Он его понимает и к рабам, и неграм, чтобы обладать женщину. Хеллингер ставит восстановку. Он берет роли людей, которые будут играть рабов, которые были, и оставит людей, которые были членами семьи. Две категории. Они ложатся, они уже умерли. И потом ставит заместителя сына, который болит шизофренией. Динамика движения этого человека, как заместителя, это движение и к рабам, и к одновременно насильникам над рабами. Хеллингер говорит о том, что люди, страдающие в жертвлении, они одновременно дают место в своем сердце двум взаимопротиворечащим образом, которые невозможны полноценной дверью. То есть? Честь об личности. То есть, в принципе, если ребенок увидел какой-то, например, жесткое противоречие, увидел или как-то получилось так, то это может быть благоприятной почвой для жестыния. Звук снова. По мнению Хеллингера, я не буду глубоко уйти туда. Для этого нужно разбирать теорию трансгенерационной терапии, которая анализирует то, как опыт наших клетков влияет... Это какая звука? Да, звука. Как опыт наших клетков... Трансгенерационная терапия делает только опыт наших предков обуславливает наше состояние. Для того, чтобы вот этими покопаться, рекомендую читать французского психотерапевта Анн-Анцелин Шутценбергер. Книга «Синдром предков». Там вы увидите примеры того, что происходит с, к примеру, родственником каком-то поколении. И как деятельность родственников огромного поколения влияет на симптом, возникающий и проявляющийся. Там Анн-Анцелин Шутценбергер. Вот, в принципе, Берт Хеллингер является человеком, продолжающим данную тему. И дающим представление о шизофрении как окопленном системном семейном процессе. О динамике семейной. То есть, до этого не нужно наблюдать за конфликтом. Необходимо просто быть в семье, где конфликт порождён был, наверное, не по гнижной реакции. Скажи, пожалуйста. Да. Какой-то результат, вы научили, вы научили? Я не знаю. Это какая-то старая работа, которая здесь была, основа, делалась. Динамику её не знаю. Вот, в принципе, действительно, работая с семьями, там, где какие-то члены семьи, они причиняли много вреда другим людям. Дедушка в НКВД работала, там очень будет такое. Вот, то через какое-то количество поколений, там, через одно поколение, у детей могут появляться очень тяжелые симптомы. Ух ты. Очень тяжелые шофрения одной из них. А это как? Полгенно идёт? Или... А мужу дети помнят? Я прочитаю книгу «Сентром предков». А что вы видите, вот так и объясняете. Генетический язык дает такое. Я это игнорировать не могу. И действительно, работая с семьями, я мог наблюдать подтверждение теории Хеллингера. Это не гарантирует того, что... Хеллингера простонутку. Да, 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 да. Но это теория именно Хеллингера. До него таких вещей не было у кого. Вот. Итак, параноидно-шизофрения, как я описал, может порождать самые разные фазы болезнозов. Визуальная, аудиальная, кинестетика, ощущения преследования, фантастичность. Нарцистическая фиксация, по-руде себе. Иногда позитивную, иногда негативную. Вы помните, голоса, которые нас комментируют, они чаще при жизофрении либо хурительная полностью, либо хурительная плюс позитивная. Причем разделение может быть специфичным. Пример, от правого плеча я слышу позитивные голоса от левого неба. Отсюда вот этот вот аргел-демон. Вот я даже накапливал примеры описаний. Из Библии, да? Нет, из Библии. Из книги по психиатрии. И в описание с помощью примеров. И обнаружил энное количество случаев, когда реально чаще люди слушают позитивные голоса от правого плеча. И чаще слушают хурительные голоса от левого плеча. Воспитание. А я думаю, это функция левого правого полушария. Логика и... Да, функция левого правого полушария. И есть представление о том, что левое полушарие обрабатывает больше позитивные эмоции, а правое негативные эмоции. Интуиция, чувствительность, да? Правое полушарие обрабатывает негативные эмоции. Как это выяснили? Брали, через вену выводили вещество, временно парализующее активность части мозга. Вот если вы выводили справа, и вещество проникало в правое полушарие, то у человека блокировалось негативные переживания. А когда в левое, блокировалось позитивные переживания. После чего физиологи выяснили, что все-таки активность правого полушария больше связана с негативными, но странными паттернами. Это говорит о том, что правое полушарие – это левое ухо. Помните представление религиозное? Левая сторона – она плохая. Левое – это плохое, злое. Левое – обрабатывающее правое полушарие. Правое полушарие. Левое полушарие – бессознательное, чаще всего. Производит бессознательные процессы и связанные негативными эмоциями. Вот он – дьявол. Бессознательное и темное брачное. Левая рука – то, что делает. Про левое ухо – то, что слышит. Левый глаз – это помолчение плохой. Левое полушарие – оно конкретно правой стороны тела. Левое полушарие – оно сознательно, последовательно, рамочно. И больше связан с позитивными эмоциями. Это условно хорошее божественное ощущение. Подождите, правое у нас божество. Правое полушарие контролирует левую сторону тела. Левое – правое. Конечно, то, что мы слышим в левое ухо – это правое полушарие. Там как бы одновременно оно и туда. Ну да, ну в первую очередь правое полушарие. Поэтому формально все левое – оно как бы типа плохое. Присаживайте его право. Не знаете, нам сказали в ВУЗе, что человек может жить в принципе без одного полушария. Да, да. И что наблюдается, что у человека меняется мысль? Если удаляется то полушарие, которое не связано с тречевыми центрами, то отличие можно почти не фиксировать. Реально. Были примеры подобные. Удаляем полностью полушарие удаляем. Много вопроса. То есть человек реально может жить без одного полушария. Но без полушария, которое не связано с тречевой информацией. Если удалите то полушарие, там тречевой центр у нас находится. Это левое полушарие у правшей. Это зона брака. Здесь в височной доле зоны Вернике. Которые связаны с способностью воссоздавать речь и способностью понимать речь. То есть правое полушарие если удалить то человек продолжает активно функционировать. И при этом он может быть подобрее стать? Не знаю. Я не знаю. Подобрее не подобрее. А комментарии такие, что таким людям получается социализироваться. Потом вернуться в семью и жить обычной жизнью. Детальнее я не знаю. Вот я знаю. Одно, один, два примера. Вот глубоко эту тему не изучу. Наша личность сразу слева полушария в мозг. И процесс мы в нем. В общем в обленных центрах. Мы это не весь наш мозг чаще всего. Мы это только обленные в его участке. Точнее наше я обычное социальное. Вот это обленные в участке мозга. Смотрите. Если мы говорим о других видах шизофрении. Интересно следующее. Кататоническая шизофрения. При ней тоже есть галлюцинации. Самые разные. Гизарная аудиальная кинестетика. Но при кататонии возникает новый феномен. Это замирание всего тела. Которое порой циклично воспроизводится с кататоническим буйством. Это работает как бы порой по модели такого такого. Что-то вроде модикально депрессивного поведения. То есть шизофреник сталкивается с каким-то конфликтом и он замирает на месте. В таком замежном состоянии он может пребывать часы, дни, месяцы. А в местный случай пребываю немногие месяцы подряд. То есть просто замер и все даже назад, да? Да. Многие месяцы подряд. Но они же могут еще и осознавать при этом. То есть тело может быть парализован. Но логика они понимают. Нет, нет реакции на них с ними. Вообще нет, да? Не реакции на них с ними. Выключаются затем? Нет, нет реакции. Они как бы внутри себя на них реагируют. Хотя мастера психиатрии у них получалось с помощью трюков выводить. С помощью? Трюков. Да. Трюков выводить. Я знаю, например, его введение, оттуда потом скажу. Вот. Ступородное состояние возникает через форму какого-то конфликта до конца неосознаваемого. В этом состоянии человек может быть не очень долгое время. Есть градация этих состояний. Менее интенсивное состояние это состояние каталепсии тела. Это восковая гибкость. И человеку в состоянии каталепсии кататонической его позы можно менять. Как угодно. То есть ему руку поднимешь, он будет так проходиться. Опустишь, он будет так. Поднимешь ноги, руки будет так сидеть. Это восковая гибкость. В гипнозе это феномен очень хорошо распроизводится. Вот. Потом более интенсивная форма проявления. Вот. Это жесткий ступор. Вот. Тогда мы видим такие вот агрессивные реакции. Чем сильнее ты пытаешься поднимать руку, тем сильнее вот она возвращается в руку. Негативистичные реакции возникают. Вот. Поэтому разнять можно очень трудно. И третья по интенсивности это состояние титании. Вот. Титания такой самый-самый хардкор. Когда пытаешься прикоснуться к человеку. Пытаешься хоть чуть-чуть его отторможить. У него все тело спазмирует. Мышцы всего тела напрягаются так сильно, что из-за напряжения человек может травмировать. Он пришла в титании. Титания. Титания. Не титания, а титания. 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 Непряжение такое сильное, что человек может травмировать внутренние органы. Вот. Обычный человек помещает в клинику. Санитар. Ухаживают за ним. Утром садят. Вечером укладывают. Помогают. Иногда подобные пациенты могут спонтанно выходить из состояния ступора. При выходе из ступора они могут совершать какие-то проблемы. Это вещи. Примерно скажем. Пациент был в клинике. Долго. Многие дни был раненщик от ступора. И потом резко вышел оттуда. Схватил металлическую миску. Кинул по санитару. Промазал. И после этого снова вошел в ступор. Через какое-то время он вышел оттуда. И его расспросили, почему ты кинул в миску. Он ответил. Когда я был в ступоре, мне голос повторял. Двинешься, умрешь. Двинешься, умрешь. Двинешься, умрешь. Двинешься, умрешь. Это примерно не репрезентация. Это не просто паралич. Вот. А там могут быть когнитивные репрезентации какие-то. Запрещая что-то делать. Внутри не вербализация, а двинешься, умрешь. А потом голос ему неожиданно сказал. Если ты кинешь и убьешь. Кинешь миску, убьешь санитара, ты будешь спасать. Он резко хватает миску, кидает, промазывает. И потом голос. Теперь тебе не что-то не поможет. Двинешься, умрешься и продолжит. То есть там есть когнитивные репрезентации. Это не просто паралич какой-то, спазм. Нет. В Катане проявляется, мягко говоря, не очень часто. Какой-то совсем небольшой процент общей популяции шизофреников. Там где-то пару процентов. В практике своей, буквально, в твоем кабинете я не встречался с Катане. Подобные пациенты чаще всего не появляются. Вот здесь, когда они яидят, вот заводят в психушку. Самбуром удашу дачу. Держат в палате и колят внутримушечно. Вот. Нейролютики. Чтобы как-то оккупировать состояние. Другой формы работы не было полноценной. Вот. Появляется большой вопрос податлива, а не гипноза. Я думаю, податлива. У меня вообще не работал гипнозом кататониками. Хотя желание было. К примеру введения кататоникового ступора. Эстетическая форма. Джон Гридер, один создатель NLP, попытался вывести кататоника и вывел его. С помощью определенного действия. Он сел с податониками вместе. И попробовал подстраиваться к нему. Вот. Все поди самую позу. С ним. И начал подстраиваться к дыханию. Дышать тоже анмоничное. Он делал это по минус сорок-тридцать. Дышал в ритм с ним. Вот. И копировал позицию. А потом сорок-то спустя. Он просто ударил шизофреника по колену, локтю. Дай закурить. И шизофреника вышел в этот момент. И ступор. Я не курю. Ох, сказал. И не вернулся. Вышел. Минимуму вышел. Ну, потому что. Побойтись. Но это не лечение таких выведений ступора. Вот. Забавный пример. Вот. Немного не экологичный. Но вот. Описан в книге Фрэнка Фаррелли. По-моему. Лепутый семинар я видел. Фрэнк вывел женщину из состояния кататонического ступора. Выдергивая пинцетом волоски у нее из ног. Он брал пинцет и начинал выдергивать снизу ног сначала волоски. Потом чуть выше. Потом еще выше. Потом еще выше. И я буду подниматься все выше и выше. Вышел из ступора. Когда он дошел до интимного места, да? Это было или из ступора. А это говорит о том, что контроль. Это у нас ступорозное состояние. Это не реактивное напряжение. Не подконтрольное. А там его можно варьировать. Как-то и можно контролировать. Принципы. Перенаправлять через определенные вещи. Это примеры эксцентричного введения. Такими вещами стабильно не пользуются. Вот. Когда я рассказывал эти примеры про, допустим, работающие. У меня был в свое время пациент, дорогой. Клиент, который обучался у меня. Он был санитаром психиатрии. Я ему говорю, попробую такие примеры сделать. Я это не буду. Почему? Ты же понимаешь, что ты так поделаешь. А он уже может выскочить и так тебя двигать. Вот я не побаиваюсь. Потому что, действительно, на одного человека, который... Я не курю. Встань. Он может взять, схватить тебя и чем-то двигать. Это очень плохо закончится. Они обычно очень сильные и крепкие. Когда в этом состоянии катадонического буйства. Они могут схватить, начать бегать, бить других людей. И биться головой об стенку. Помню, в фильмах показывают комнату психиатрии и завешенные подушки. Это же для буйства подобного. Человек в состоянии эффекта мог биться, как он хочет. И не травмировать себя. Поэтому техники, если по книгам веселые. Но если вы попробуете в клинике применить их. То вас может ждать сюрприз небольшой. Причем не очень приятно. Не скажу, что обязательно пациент вас собьет. Но... Впоследствии могут. Почти. Дальше. Что еще? Гипофрения. Либо гипоидная шизофрения. Это юношеская дурацливость. Особенность ее. Начало течения в раннем-раннем возрасте. Где-то 12-14 лет. 12-15 лет. Далее. Что происходит с подростком? Очень быстрое течение. Очень быстрое развитие. Резкое. Это как? Ну, был нормальный недавно. И за месяц резко. Малый, так называемый, продрамальный период. То есть, продрамальный период. Это период перед началом развития болезни. Когда уже заметно определенные изменения. Что-то с ним уже не так, но еще не псих. Очень малый продрамальный период. Что возникает? Галлюстрации могут быть. Как и в кататонической шизофрении, так и в параноидной шизофрении. Там есть галлюстрации. Могут быть, может не быть. А возникает сильная социальная деградация. Утрачивается стыд, вина. Чай очень часто на лице чередуются гримасы. Смеха, агрессии. Беспричинный смех. Беспричинная злость. Утрата стыда такова, что ребенок может без проблем снять публичное штяно и начать мастурбировать. Потом кидаться на других людей. Может быть, элементы эволюционной регрессии. И ребенок начинает вести как животное буквально. Иногда выходя глубоко в данное состояние. Иногда выходя. При гебиофрении очень сильно страдает интеллект. Реакции начинают быть почти на уровне рефлекторных. Очень быстрое течение и очень быстрый процесс дегенерации. При малой вероятности восстановления. Детально в книгах традиционных базовых психиатрических. Детально данный симптом не описывается. У меня получилось отыскать полноценную работу, посвященную гипофренической шизофрении. Долго ее искал. Тоже редкие симптомы. Такие пациенты не уходят. Они не приходят к психотерапевту вербальным. То есть вероятность того, что вы будете работать с кататониками очень низкая. Вероятность того, что вы как психологи и терапевты будете работать с гипофрениками очень низкая. Если у человека есть такие симптомы, то чаще всего это клиника и кукол. И там работа теоретически возможна. Но трудов, посвященных вербальной работе с кататониками и гипофрениками, их нет тупо. Я специально искал. Есть ли труды, посвященные? Гипноз применяет кататониками. Гипноз применяет гипофренией. Нет таких вопросов. При попытке договориться с клиникой, давайте-ка впустите, попробуем поработать с гипнозом и сделать научную работу, отказывай. А есть ли какой-то общий триггер или подобное, чтобы после чего... Трессионная психиатрия говорит о том, что понятия нет. Для того, чтобы понимать триггеры, нужно принимать теорию семейную, социальную. Ну, а по крайней мере, гипофреническая жирфрения одна из самых таких неприятных по виду, что ли. Я вам скажу, кто-нибудь видел поведение подростка лет 11-13, который выпил много алкоголя? Вы видели такое? Да. Вот если вы видели подобное, вот я скажу, поведение очень похоже на гипофрению. Хаотично, я помню пару лет назад, под Новый год, по-моему, какой-то было, 29-е, либо... Я еду поздно домой с Алексеевки, часом в одиннадцати вечера, после тренировки, и неожиданно в вагон врывается парней 7 возраста 11-14 лет. Они начинают бегать по вагону, кричать, как обезьяны, буквально передвигаться по поручням. Подбежал ко мне, вот так в плиток, начал кривлять дурашнего, и от них сильное ощущение алкоголя. Ну, в водке, скорее всего, в плиток. Вот и подобное поведение, я говорю для себя, в поведении очень похоже на поведение гипофренического шизофреника. В настоянии сильная интоксикация. Сильная регрессия. Очень сильная регрессивная поведение, скатывание до животных япций. И это, естественно, форма интоксикации, конечно же. Я думаю, при динамике жизофреническое это происходит в шестерсовом. Без мастерства еще. Взаимодействие чаще всего происходит с общими шизофрениками. Общие шизофреники это люди, у которых чаще всего вообще отсутствуют психопродуктивные симптомы. То есть у них нет галлюцинаций. Они не видят глюки никакие. Они не видят их иллюзии не испытывают. У них присутствуют психопродуктивные симптомы, которые негативные и психотерапевтистальные симптомы. Везде им плохо, они живут в темном депрессивном мире. Далее они прекращают следить за собой. В классиках шизофреники шизофреники не могут. Если видеть человека, который галлюцинирует очень тщательно, стеридит от своего внешности и водится аккуратно. Вот это большой вопрос. Что это у него? Шизофреники не следят за собой. Они могут месяцами не мыться. Далее шизофреники они не следят за помещением. И зайдешь к ним домой и там все будет перелопачено у них. Все валяется как попало, они не убирают. Если у него человек помытый и у него все убрано, то это говорит о том, что у него шизофрения они такая концентрированная. Далее они утрачивают мотивацию к работе. Если параноиды шизофреники будут работать, что-то общих, они не хотят работать. Далее они почти утрачивают интерес к сексу. Шизофреники могут быть сексуальными на самом деле, но очень часто либо отсутствие, либо паструбация. Отказ. Вот знакомство, отказ от взаимодействия. Такой человек сидит дома. И они, наверное, не хотят? Да, они испытывают потребности. Я не хочу. Понимаю, что на одну не хочу. Я иногда вижу подобных молодых людей, которые ко мне притаскивают. А чаще все родители думают, что у них не хватает мотивации. Ну, смотря на них, я вижу реально, что это не просто мотивация. Таким людям я говорю, ты же понимаешь, я сейчас буду говорить, что тебе делать, ты все равно не будешь делать. Да, не буду. Ну, пришел, потому что мы сказали. Хорошо, приду, посижу. С такими вербальной терапией можно работать? При наблюдении за такими людьми, сколько бы они не хотели, вероятность воздействия очень-очень маленькая. Реально, ты им объясняешь и не понимаешь, что ты кого-то ничего не сделал. Очень не поменяю. Я тебя пойду домой, сяду за компьютер и будет играть. А как вывести? По моему опыту, почти никак. Проблема в том, что если ты психиатр кабинетный, тебе приходит пациент раз в недельку, два раза в недельку максимум, ты не имеешь полноценного влияния на него. Если ты в клинике, ты психиатр, который может пролозрачный доступ иметь к пациенту, там ты может строить какие-то, не знаю, мероприятия большие, посвященные подстройке, адаптации и чего-то еще. Если ты работаешь с кабинетным терапевтом, то вероятность позитивного исхода крайне мало. Обычно такие пациенты ходят, не знаю, не очень долго. Одна, две, три, семь, четыре. Такие пациенты никогда не заинтересованы в том, чтобы стать нормальными, да? Да, да. И чаще всего они не заинтересованы приходят к тебе вообще. То есть их направляют. Мама чаще всего, вот, родители говорят, что поработают и что-то попробуют сделать. А вот приходят ко мне сидит, просто направили, ну, окей, бассейн. Не хотят ничего делать. Не учиться, а не понимаешь, что надо было поучиться, пойти и фиг там сделать. Вот я не имел ни одного примера, когда бы у меня получилось взять, довести такого пациента то время. Когда все в том, что появляется яркая, я думаю, это жесткая химия мозга. Вот и там, если что-то делать, необходимо только именно препараты. Какие? В принципе, считается, что, как бы, психостимуляторы можно давать. Даже объясню, смотрите, в таких стопородных состояниях, вот это не либо во время общих изофрении, если вы будете давать препараты, есть типичные нейролептики и атипические, типические, атипические. А типические нейролептики, они купируют определенные рецепторы нейромедиатры, дофаминовые. Типический нейролептик купирует дофаминовый рецептор D2, что понижает уровень дофамина. Ну, делает невосприимчивый мозг. А атипические нейролептики, они воздействуют не только на рецепторы дофамина, но и на рецепторы серотонина, на рецепторы других нейромедиаторов, таких как норадреналин, глютамин и так далее. И чаще при, сейчас, по крайней мере, атипические нейролептики гораздо чаще назначаются типические. То есть, нужно назначать не типические основания? А вот если назначить атипический нейролептик, который просто погасит дофаминовую рецепцию, он был в ступоре и еще больше в ступоре был. Поэтому там появляется большой вопрос, давать ли какие-то стимуляторы пробовать им. Раньше даже пробовали амфетамином лечить. Но это ни к чему хорошему не привело, потому что амфетамин увеличивает дофаминовую рецепцию. И там могут быть определенные проблемы. Амфетамин тоже пробовали, другими стимуляторами пробовали, пробовали давать их. И наблюдали за тем, что, наоборот, негативные эффекты. А на свидания, вообще любые вещества, поднимающие уровень дофамина, они могут влиять очень плохо. Помните об этом. Алкоголь, амфетамин, другие дофаминогенные вещества, они могут увеличить симптомы. Резко и драматично. До того, что человека будет уйдеть, у вас кого-то убить. Увеличивать количество дофаминов в мозге нужно очень-очень аккуратно. Надо увеличить дозу. Шизофреники могут быть с инцидами? Да, многие шизофреники кончаются с инцидами. Ну, не так, чтобы дотарные явления, но там была какая-то статистика, я сейчас вспомню. Там статистика того, что люди, наблюдаемые шизофренией где-то лет 20, по статистике, хотя бы один раз делали попытку свою цель. То есть, не массовое явление, но надо делать. Причем, у шизофреника очень часто симптом амазогнозии, то есть, непонимание того, что он шизофреник. Бывает такое, что не признают они, да, что они? Ну, конечно, да. А могут признавать? Да, могут признавать. То есть, когда он придаёт, с ним легче работать. Я в основном видел тех, кто признаёт. Конечно, да. А у некоторых оно загнозие, когда он думает, что всё хорошо. А все дураки. Да, конечно. Это мир сошёл с ума, не я. Вот, поэтому общие завреники, они не борются, они в помещении. Вот в Японии есть отдельный термин у таких людей. Он называется хикикомори. Это люди, которые сидят, кто-то слышал, может, такой термин хикикомори. Люди, сидящие дома, не уходящие из дому, вот, занимающиеся чем-то своим, вот, не имеющие социальных особых интересов, почти вообще никаких, если это не игроками. Я сейчас смотрю, читаю книгу, вот, им ничего больше не было. Ребята, по определению, эти люди очень подходят под определение динайция симплекс и общих. Со стороны, это может казаться просто ленивая скотина. Ленивая, немотивированная, не хватает мотивации, вот, не специально. А они могут агрессивно защищать, когда родители все-таки их нагибают? Там нету пассивные, да? Нет, нет, они пассивные. Они очень пассивные. Агрессии всплечиваются? Более-то, они могут напрямую тебе говорить, нет, чаще всего они возникают, говорят, я да, я хочу, но не получается. Ну, вот там. У меня агрессивных не было ни одного. В анамнезе общих шизофреников нету критерия агрессивных реакций. Они не помнят. Помнят у них, у них психодефицитарные сомптомы. У них что-то отцовостройское. Нету воли, нежелание заплеследить, нежелание исполнять социальные какие-то процедуры. Из-за этого такой человек может находиться в этом состоянии очень долго. Годы, десятилетия. У его близких даже не появляется идея их кому-то показать. Вот это проблема. Если это не переходит какое-то пиковое проявление, то, чем... Ну да, короче, не стоит вообще. Я порой сталкиваюсь с некоторой дилеммой про износителей родителям подобных детей и того, что я вижу здесь общую шизофрению. Кстати говоря, интересная вещь, связанная с диагностикой шизофренией, не о том, что разные психиатры очень порой по-разному диагностируют. То, что один видит шизофрению, другой мы с него видят. Была статистика, только 65% того, что два психиатра различных поставят один диагноз. Крубо говоря, минимум, по-моему, 35% вероятность, если вы поставили диагноз шизофренией под психиатр, а в другом психиатра прав этого человека, особенно с личностью. Эти вещи я видел сам, например. Они приводят хоть женщины, говорят, у моего мужчины странности. Говорят, у него пожалуйста. Вот есть у него болезнь, у него нет. Я общаюсь с ним час, и я вижу, у него реально где-то часть симптома общей шизофреники. Часть. Кусочек. Что-то не достает. Он сильно отличался от шизофреников общих, в том, что у него получилось зарабатывать деньги. Вот. И он очень тщательно моется. А по другим критериям очень похож. Вот. Я говорю, симптомы на лице. Я думаю, у него не дифференцированная шизофреника. То есть микс-коктейль, солянка такая. И симптомы в разных ходах. И я говорю, давай, для поступки диагноза в клинику психиатр. Он согласился, она отвела. Вот. Она взяла двух-дветочек один. Вот. Потом пришла ко мне, было двух. Один сказал, посмотрите на него, симптомы на лицо, будем лечить сразу же. Вот. А другой сказал, специфика личности. Два различных. И что сказал? Цифика личности. Это пример. Прямо в котором. Как так можно, я не знаю. Для меня это строго-кать реально, заметно. Я могу объяснять. Видите эти элементы поведения? Почему один заведующий отделение спазов до личности? Ну, такое бывает. Причем весьма, весьма часто бывает. И, как вам понял, не дифференцированная шизофрения, а это шизофрения в которой трудно указать правильную нейрологическую единицу. То есть, может быть, элемент, там, не знаю, из общей шизофрении. Какой-то странно-карбинатская какая-то. То есть, гибиофренических шизофрений. Вот, когда трудно классифицировать, а то это не дифференцированная. Вот. И, напоминаю, еще остаточная шизофрения. Тоже ее можно найти. Это когда на наличии психопродуктивные симптомы в легкой форме. А психодефицитарные не проявляются. Это какая еще? Остаточная. И еще, пока вентирую, типа бреда при шизофрении. Типа бреда. Такие не бывают. Уделяю пять ночевых. Это первый. Бред кверулянству. Кверулянство – это жалобничество. Бред кверулянству. Жалобничество. Это предположение о том, что на них жалуются. Либо потребность жаловаться на кого-то. Эротический вред. Как ни странно, часть симптомов связаны с логическими чувствами. Особенности, если симптомы возникают и проявляются как следствие нарушения сексуальных процессов. Сексуальные демократы. А как он вообще проявляется? Практически бред? Ну, представил себя иллюзией, галлюцинацией того, что кто-то там трогает. Не так, где нужно трогать. Ага. Ну, к примеру. Ну, к примеру. Человек чувствует, женщина может чувствовать, как какой-то мужчина с одностояние стимулирует у нее сексуальные процессы касается ее. В этих местах. Почему? Бред-то воздействие. Не обязательно тебя лучше амилайзеров паяют там, не знаю, и гипнозом там делать. Ну, это намного лучше, чем. Ну, помню, там чаще это сопровождается с неприятными ощущениями. Я понял. Я понял. Я понял. Ты понимаешь, из чего это является веренством. Скорее того, что был кто-то, кто трогал, вот это было подавлено и возникает как форма чего? Вот форма такой проекции, галлюцинации. Вытесненная поднимается таким образом. А потом бред реформаторство и бред изобретательство изофреники могут пытаться что-то изобрести. Вот. Либо же трансформировать, переделать в обществе. Но чаще всего это не выливается в какое-то течение социальное. То есть они сами по себе делают что-то. Какими-то идеями абсурдными того, что будут выражать данные идеи. Бредовые по умолчанию логические связи у нас. И бывает бред дисморфофобии. Дис? Дисморфофобии. Бред дисморфофобии. 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 Дисморфофобия. Вот. А здесь мы касаемся процессов искажения в теле. То есть человеку может казаться, что его тело сгнило изнутри. Что у него нет органов. Что он давно мертв. Это, к примеру, описывает синдром Котара. Котара. Что он виноват во всех бедах этого мира. Что он гнилой пропащий человек. Это бред искажений контуров тела. Так же нужно сказать, что по мнению некоторых антропологов, шизофрения является заболеванием цивилизации. То есть процент шизофрения в сельской местности почти нулевых. Страдают шизофрения и в городах чаще. Причем в больших городах. И из-за этого появилось предположение, что шизофрения является некой формой отражения процесса дифференциации социальных ролей и специализации. Разделение. Так же некоторые шаманизмы говорят о том, что количество шизофреников в общий процент популяции очень похож на сравнение на процент шаманов в старых древних группах. И шизофреники отражают как бы роль шаманскую, которая была в группе. По статистике шизофреников не больше одного процента. Это разная статистика. 0,4%, 0,6%. Не очень много. Но если мы посмотрим древние племена, чаще всего на племя, к примеру, 100 человек был один шаман. К которому приходили с кеми советами шаманы вели себя очень странно. Галлюцинировали. Видели то, что тут не существует. Вели себя очень и очень странно социально. Есть предположение тоже, что роль шизофреника отражает определенную остаточную роль, сохранившуюся в нашей генетической памяти. Причем процент шаманы постоянно одинаковые. Постоянно одинаковые. Не падают все и древние. Правда, меняются диагностические критерии. Есть разные школы психиатрии и по-разному ставят диагнозы. К примеру, скажем, в России две ключевых школы. Есть Московская школа психиатрии и Питерская школа. Так вот, я не помню, могу ошибиться о процентах, но стабильно Московская школа диагностировала два раза больше шизофреника в Москве, чем Питерская. Появился вопрос, почему? А оказалось, что просто критерии различные. И там, где Московская ставилась, то в шизофрении, Питерские говорили, что его нет. То есть могут варьировать школы в школе, а они могут варьироваться критерии четкого оценивания, что это такое на большом счете. То есть конкретно, что такое шизофрение, они не знают. Интенсивность, количество проявлений, критерий. Ну, к примеру, скажем, чтобы человека признали за потановленного шизофреника, галлюцинации должны проявляться у него каждый день, желательно, минимум месяц подряд. То есть если ты бакалюцинировал там недельку, то вероятность того, что, допустим, где-то могут не поставить там недельку, а подожди там. То есть собирательные критерии там общего поведения, временных факторов накапливаются люди. И разные школы говорят о разных критериях. Что именно нужно будет считать? По моему мнению, когда человек начинает видеть бегающие розетки, это не говорит о шизофрении, а говорит о том, чтобы быть может видим какой-то элемент продрома. Продром, продромальный период. То есть какие-то, не знаю, намеки на то, что это может быть. Но один раз увидел ни о чем. Два раза увидел ни о чем. Ну, это видишь бегающие розетки неделю подряд, это уже вот, а месяц подряд, как психиатр, да, это уже по-разному. Можешь изофреник наблюдать какое-то явление, да, но при этом просто как наблюдатель, то есть он не испытывает этого никаких эмоций. Ну, например, бегающий розетку прикольно, бегающий розетку. Это может сопровождаться, да, удивление может быть просто, непонимание. Вот эти вещи обычно сопровождаются сильнейшими аффектами предыдущих. Человек испытал аффект, подавил. А шизофрения возникает в постановке гиперподавление. Человек давит обновленное чувство, не хочет осознавать. Эта энергия чувства аффекта уходит в искажение. В принципе, интенсивность галлюцинации и интенсивность иллюзий напрямую связана с подавлением. И неспособности буквально выразить чувства. То есть, например, женщина хотела бы убить своего насильника, подавила данное чувство, забыла. Энергия существует. И чем больше данной энергии, агрессии, к примеру, тем более сильные просто искажения. Ну, представьте себе, энергия забил в газ, в баллон. Чем сильнее давление, он может рвануть через какой-то небуквальный выход. Ну, в основном, я замечал, что когда человек подавляет какую-то эмоцию сильно, то либо это кровать через психосоматику, либо через АПА, ну, панические атаки. Да, да. Ну, а если очень много, а то через искажение сосуды. Да, 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 да. Когда очень-очень много энергии. Да, и особенность, а люди с шизофренией гораздо меньше болеют обычными заболеваниями. То есть, у них всё уходит в психику. То есть, через искажение процесса. Кут, вопросы ко мне есть? Есть? Any questions to me? Ок, хорошо. Так, на сегодня мы завершаем нашу лекцию. Следующая лекция, посвященная, это последняя лекция, посвященная профилям. Вот это МДП будет. А потом начнется второй сегмент школотерапии, посвященный векторам теоретически. Теоретический вектор, гипотический вектор, коммунистический вектор, провокативный вектор. Мы тоже вовсе. Возвращение недели сведора 880. И в эту субботу здесь будет со второй лекцией по психофармакотерапии. У меня Александр Сергеевич Данилович. Вот, будем говорить, провожать говорить о том, какие препараты назначают психиатры в клинике. Вот, говорили о нейролептиках. Будем говорить о седативных веществах. Приходите, будет очень интересно. Вот, тема очень нужная. И, тем более, вот такого мамонта психиатрии, который проработал в клинике 50 лет. На это очень необычу. Все, на сегодня прощаемся. Все, пока-пока. Спасибо.